В цивилизованном обществе качественное высшее и среднее образование играет важную роль в успешном развитии экономики. Для повышения производительности труда в промышленности необходимо сформировать достойный человеческий капитал. Цель проекта – разработка и внедрение инновационных технологий обучения точным наукам и инженерным дисциплинам, практику среднего и высшего образования. Реализация проекта позволит готовить для машиностроительных предприятий региона достойных специалистов, обеспечив выпускников университетов технического профиля необходимыми знаниями и навыками. У современных промышленных предприятий нет шансов выжить в условиях жесткой всемирной конкуренции, если они не будут осваивать выпуск новых продуктов лучшего качества, более низкой стоимости и за меньшее время. Один из путей сокращения времени на изготовление и уменьшение стоимости выпуска продукта – применение интегрированных технологий автоматизированного проектирования и производства, так называемые САПы для машиностроения. В 2006 году на Алчевском металлургическом комбинате осуществлено техническое перевооружение толстолистового прокатного стана, что позволило увеличить его производительность на 20%. Основным поставщиком технологического оборудования был Новокраматорский машиностроительный завод – крупнейший в мире производитель супермашин. На экране мы наблюдаем работу прокатного стана 3000 и компьютерные модели нового технологического оборудования, спроектированного НКМЗ средствами программы SolidWorks. Модель включает около 120 тысяч компонентов. Весь комплекс работ с момента остановки стана до первого прокатного листа завершился за один месяц. Владимир Севастьянов, ведущий конструктор НКМЗ, вспоминает, В 2000 году на НКМЗ работало около 1000 проектировщиков, перед которыми стояла нетривиальная задача выбрать САПы трехмерного моделирования по критериям функциональной возможности, интерфейс, соответствия стандартам, специализированные приложения, стоимость. Появившийся у нас SolidWorks сразу же завоевал сердца конструкторов своей логикой и простотой применения. Его технологии способны обрабатывать модели деталей и агрегатов самой сложной геометрии. Машину можно отображать, оценивать и модифицировать как единое целое, а ее движение имитировать так же, как это происходило бы с физическим прототипом. Механические свойства сложных деталей можно предсказывать так, если бы они определялись посредством различных экспериментов. Работа конструктора над проектом стала действительно творческим процессом. Только благодаря САПР SolidWorks специалисты НКМЗ в кратчайшие сроки спроектировали и изготовили уникальное прокатное, металлургическое, горное, подъемно-транспортное и специализированное оборудование. Заканчивает свои воспоминания Владимир Севастьянов и вовсе патетически. В начале нынешнего века коллективного Краматорского машиностроительного завода поставилась перед собой дерзкую цель Стать равным среди лучших на мировом индустриальном рынке. Производить лучшее и лучшее. В связи с этим, отмечает АПР SolidWorks и его приложение – ключ к достижению дерзкой цели НКМЗ. Сейчас большинство руководителей-производственников уже осознают необходимость автоматизации всех этапов проектирования – подготовки, производства и выпуска продукции. Постепенно такой подход становится залогом удержания позиций отечественных предприятий не только на мировом, но уже и на внутреннем рынке. Успешный опыт внедрения АПР SolidWorks в производственный процесс НКМЗ вдохновил на ее использование и другие предприятия Украины. Среди них можно назвать НПК «Горные машины», Запорожь «Сталь», Государственный авиастроительный концерн имени Антонова, Криворожский завод горного оборудования, научно-производственную группу «Непротехсервис». Но для получения практических результатов мало приобрести подходящий инструмент, пусть даже самый удачный. Нужно уметь с ним работать. Отечественная промышленность испытывает острую потребность в высококвалифицированных инженерных кадрах, которые успешно использовали в своей работе механические САПР. Подготовка таких специалистов – задача технических университетов, которые должны выполнять функцию фабрики мозгов. Рассмотрим новые подходы к обучению инженеров-механиков в Национальном горном университете. В 2004 году специалисты университета презентовали концепцию подготовки инженеров в виртуальных технологиях SolidWorks, в основе которой поэтапная визуализация дисциплин инженерного цикла, создание виртуальных образов для их восприятия, которые обеспечивают непрерывное обучение студентов среди трехмерной инженерии специальностей. На основе этой концепции коллектив кафедры горных машин и инжиниринга разработал модель учебного процесса. Когда при изучении предметов инженерного цикла можно достигать рационального соотношения абстрактной составляющей и образной информации с акцентом на творческом развитии личности. На кафедре преподаются несколько инновационных курсов, которые дают студентам возможность обладать теорией, приобрести устойчивые навыки и умения в использовании компьютерных технологий для проектирования механического оборудования. Результат внедрения концепции в учебный процесс – это сотни больших и малых студенческих проектов, часть из которых вы наблюдаете на экране. Студенты-механики приобретают навыки и умения в геометрическом моделировании, в промышленном дизайне, в разработке технической документации, в создании презентационных материалов. Модули SolidWorks позволяют выполнять компьютерный анализ сложных нелинейных многопараметрических объектов. Теперь студенты-кафедры, совсем не профессионалы математики и программисты, при исследовании горных машин могут пользоваться методами вычислительной механики. Использование концепции в учебном процессе доказало, что погружение в виртуальный мир – действительно эффективный учебный инструмент. Изучение всего объема инженерии происходит в полном соответствии с законом теории познания – от чувственного, образного восприятия трехмерной виртуальной реальности к идеализированной абстракции. Едва лишь студенты научатся творчески устанавливать связь между виртуальными образами и абстракциями, как перед ними открывается их смысл и назначение. На кафедре дисциплины инженерного профиля перманентно переводится на виртуальные технологии, что подразумевает создание комплексной базы данных компьютерных моделей механического оборудования. Базу данных постоянно пополняют за счет новых проектов. В течение всего периода обучения в университете студенты постоянно расширяют свой технический арсенал, изучая все новые и новые инструменты этого замечательного программного продукта. При этом они говорят «Солидворкс не исчапаем как атом». Достигнув определенной степени просветления, многие старшекурсников становятся профессионалами, способными вдохновенно творить, создавая не только трехмерные модели машин, но и произведения искусства. Лучшие проекты в области арт-дизайна представлены на сайте кафедры и демонстрируются сейчас на экране. Наши выпускники имеют возможность пройти сертификацию, созданных при кафедре двух международных учебных центрах «Солидворкс». Все это существенно повышает конкурентноспособность молодых специалистов на рынке труда. У них нет проблем с трудоустройством. Выпускники кафедры – высокообразованные инженеры-механики, эксперты в сфере САПР. Они успешно трудятся конструкторами, дизайнерами, разработчиками программного обеспечения, проектными менеджерами. Многие из них стали учеными и преподавателями. В условиях демографической ситуации, обуславливающей падение или отсутствие конкурса абитуриентов в высшие учебные заведения, на технические специальности, все большую значимость приобретает профориентационная работа. Поэтому особое внимание коллектив кафедры горных машин и инжиниринга уделяет подготовке и формированию устойчивого контингента абитуриентов, обладающих высоким исходным уровнем готовности к процессу обучения в университете на технических специальностях. Широко известно, что такие сухие и точные науки, как физика, математика, черчение, молодые люди воспринимают с трудом. Наверное, по этой причине выпускники средних школ редко выбирают профессию инженера. И тут на помощь могут прийти виртуальные технологии, которые позволяют сделать изучение точных наук подросткам более интересными и доступными. Мы говорим, чтобы понять, необходимо представить и видеть. На уроке по изучению SolidWorks в национальной корне были приглашены школьники из Александрии, Днепродержинска, Павлограда, Днепропетровска. Более 200 детей были активными участниками этого замечательного эксперимента. Еще великие говорили, студент не сосуд, который нужно наполнить знаниями, а факинг, который необходимо зажечь. Но как зажечь того, кто к техническим дисциплинам остается безучастным? Известно, что около 80% информации об окружающем мире мы получаем с помощью зрительного восприятия. Вот почему современные дидактики все большую популярность приобретают различные системы 3D-визуализации и виртуальной реальности. В процессе развития визуализации пришло глубокое осознание того, что человек лучше всего сможет достичь сути исследуемого явления, если углубиться в его мир, то есть в пространство модели. Итак, первый урок начался, и каждый из наших подопечных впервые в своей жизни получил задание изготовить при помощи средств Solidworks компьютерную модель игрушки. Естественно, преподаватели были рядом. Если вначале перед тем, как сесть за компьютер, многие ребята терялись, чувствовали себя скованно, то, получив уверенность и удовлетворение, как после прыжка с парашютом, были переполнены неуемной радостью. Со всех сторон аудитории были слышны восторженные возгласы «Смотрите, у меня получилось! И хотя она не сложная, но до чего интересная! Как здорово она двигается! Это моя первая игрушка в Solidworks! А я тоже могу!». А затем дети с азартом приняли за решение задач по физике, геометрии, черчению. Рассматривая созданные 3D-модели, многие из них впервые увидели, какие механические напряжения возникают под действием нагрузки в деталях машин, как распределяются потоки жидкости и газа, как работают сложные механизмы. Школьники с большим интересом научились лепить, как из компьютерного пластилина, сложные геометрические фигуры, трехмерные модели деталей, разбираться в плоских чертежах. Ребятам было не просто интересно, они получали огромное удовольствие от наших уроков. Такое удовольствие, наверное, получают от творческого процесса художники, писатели, поэты, музыканты или ученые. Пройдут годы, но они не забудут этих минут. И кто знает, может кто-то из этих школьников сегодня сделал первый шаг навстречу своей судьбе. Пожелаем же им теперь уже нашим друзьям, это любознательно юные братья, успешно закончат школу, после чего приглашаем на учебу в Корнух, учиться дальше. Кратко подведем итоги, что же позволит реализация нашего проекта. Школьникам выбрать активный интерес к инженерно-техническому творчеству, повысить уровень подготовки к продолжению обучения. К техническим университетам привлечь устойчивый контингент способных, хорошо подготовленных абитуриентов с высоким уровнем мотивации к учебе. Давать специалистам глубокие знания и навыки в сферах инжиниринга и интегрированных компьютерных технологий проектирования и производства. Выпускникам технических университетов стать конкурентоспособными на международном рынке труда, не иметь проблем с трудоустройством. В промышленности региона получить высококвалифицированные инженерные кадры, которые успешно применяют в своей работе саппорт объекта машиностроения. Реализовать новые технологические возможности и повысить конкурентоспособность. Для успешной реализации проекта компания The Salt System Solidworks Corporation предоставляет лучшим 10 школам Днепропетровской области программный комплект Solidworks School Edition на 200 рабочих мест. Днепропетровскому центру инновационных технологий Solidworks, созданного на базе Национального горного университета, лицензию Solidworks Education Edition Networks Campus на 300 рабочих мест. По оценкам компании, коммерческая стоимость предоставляемого программного обеспечения соответствует 4,5 миллионов долларов.